Программа праздника, приуроченного к 90-летию, муниципалитета обещала подарить каждому жителю и гостю Ленинского района радость, счастье, веселье, улыбки и смех. Так и получилось. На протяжении дня праздничный вихрь закружил тысячи людей, но вечерняя часть торжеств побила все рекорды. Так, десятки семейств приехали на стадион Металлург на соревнования «Мама, папа, я» – спортивная семья. Правила здесь очень просты. Быстрее, выше, сильнее, а сегодня еще и веселее. Праздник же. Участники – трио, родители и ребенок до семи лет. Девиз – один за всех и все за одного. Сила папы, ловкость, мамы, азарт, ребенка – вот секрет успешного выступления. Но эти соревнования, пожалуй, тот самый редкий случай, когда победа не главное. Куда важнее – единение всех собравшихся. И действительно победили здоровый образ жизни, хорошие и добрые отношения. Ведь на Металлурге собралась большая и дружная семья Ленинского района. Люди приехали из разных уголков нашего края. Анна, Алексей и маленький Матвей Бритовский из поселка Володарского. Семья активная. Сразу два мастера спорта. Мама по баскетболу, папа по футболу. Все здорово, правда прохладно, но мы сюда приехали наоборот, чтобы нам было тепло и жарко. Тепло, хорошая атмосфера. Сплачивают ли семью вот такие вот соревнования? Однозначно. Надо почаще делать. Раз в три месяца однозначно. Как ты доволен, вот как вы выступили? Да. До физкультуре говорят и в семействе Медис. А пожелание одно – чтобы и дальше Ленинский район оставался таким же спортивным. Чаще проводить такие соревнования. Это сближает людей, семьи. Повернись. Ну, весело, хорошо, молодцы. А вы как сядете в будущее нашего края? Ну, спорт, спорт определенный – это будущее. Поэтому надо больше таких соревнований проводить. Больше, чаще. Детские сады, школы. Всех надо привлекать обязательно. Конечно, горячую атмосферу поддерживали и болельщики, которых переполняла радость не только за семью, но и за любимый город и район. Они вообще хорошие, добрые и вообще веселые настроения. Все болеем, за всех болеем, за весь наш город. Город сегодня вообще преобразился. Вот сейчас проезжали по нашему городу, мы живем в Калиновке. Проезжали по нашему городу, очень хороший город, красивый стал. Мы решили продолжить своеобразный поздравительный флешмоб. Тем более, что от желающих признаться в любви родному краю не было отбоя. Я желаю ему счастья, процветания, вот таких побольше красивых праздников, таких счастливых людей, горожан. В чем будущее Виновского края, как думаете? В развитии, в детях, в детских садах, в школах, в мероприятиях. Мне очень все нравится, я жду концерт, да. Меня предупредили, что тут какие-то известности будут. Пожелания какие? Ну, в принципе, хотелось бы больше таких праздников приятных. Так же было чисто, аккуратно. На улице меньше преступности, соответственно. Люди, чтобы радовались жизни. С утра хорошо уезжали на работу, вечером возвращались в свои дома. В домах было тепло и уютно. Праздничным же вечером было еще и зажигательно. На сцену вышли звезды российской эстрады. Причем программа составлена так, что доволен наверняка остался любой, даже самый требовательный музыкальный гурман. Александр Панайотов, Клава Кока, Миша Марвин, Натан, Алексей Глызин. Один хит сменял другой. Бурные аплодисменты не умолкали, а атмосфера, несмотря на переменчивую погоду, становилась только жарче. Кульминацией праздника стал красочный фейерверк, который было видно далеко за пределами нашего города. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.